Музыка Пришло время подвести итоги пятницы 28 апреля в студии Кристина Бериева. Добрый вечер. В 2017 году во Владикавказе будет отремонтировано 48 дорог. Такие данные озвучил глава администрации местного самоуправления столицы республики Борис Албега в ходе пресс-туры с журналистами республиканских СМИ. Первой остановкой стал проезд западный. На этой дороге асфальт укладывают впервые. Учитывая количество обращений горожан, а также загруженность участка, было решено провести здесь капитальный ремонт. Здесь появится дорожное полотно протяженностью более 700 метров. Укладка асфальта – это многоступенчатый технологический процесс. Сейчас заканчивают укладывать первый слой асфальта. Затем будет уложен выравнивающий слой. Ближе к лету работа будет сдана. Еще одним адресом пресс-тура стала улица Гапо-Баева, где также проводится капитальный ремонт. Это полная замена дорожного покрытия, проезжие части, тротуара и новые бордюры. Все объекты будут сдаваться с готовой разметкой. Также обязательным условием является поднятие ливневой канализации и канализационных люков до нового уровня дороги. Всего на ремонт дорог в 2017 году из Республиканского дорожного фонда было выделено около 300 миллионов рублей. Как объяснил представителям СМИ Борис Албегов, начать раньше масштабный ремонт автодорог не позволяла не только погода, но и обязательная процедура проведения торгов на договор подряда. Как отметил Борис Албегов, договора с подрядчиком подписываются при условии пятилетнего гарантийного обслуживания. В случае разрушения полотна дороги по вине подрядчика, последний будет обязан восстановить его за свой счет. Принцип подхода к ремонту дорог такой – важность улицы, состояние улицы, самое плохое состояние и как она важна для жизнедеятельности города. Интенсивно мы начнем строить дороги, чтобы горожане увидели, что в каждом районе города идет строительство дорог, ремонт дорог. Это будет конец июня, наверное, июль. Если подрядчик, выигравший конкурс, отремонтировал или построил дорогу, пакт подписали, и после этого эта дорога портится в течение пяти лет, он обязан за свой счет снова все отремонтировать или вернуть часть средств. В администрации города состоялись публичные слушания по проекту решения собрания представителей Владикавказа об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования. К собравшимся с докладом обратился начальник правобережного отдела управления административно-технической инспекции Руслан Касаев. Он подчеркнул, что за основу проекта были взяты правила по благоустройству города Казань, который справедливо находится в авангарде административной работы. В настоящее время на территории муниципального образования города Владикавказ действуют правила по благоустройству, утвержденные собранием представителей в декабре 2013 года. По мнению сотрудников административно-технической инспекции администрации местного самоуправления столицы республики, редакция является практически малофункциональной. Носит не определяющий характер, какими должны быть правила, а в основной своей части повествующие, подчеркнул Руслан Касаев. Очередное заседание градостроительного совета при администрации местного самоуправления Владикавказа состоялось в мэрии города. На повестке дня пять вопросов. Первый и основное определение победителя национального архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства ключевых общественных пространств города Владикавказ, в частности, набережной реки Терек в границах от улицы генерала Плиева до Пашковского. Конкурс входит в одно из направлений совместной программы Минстроя России, Конструкторского бюро «Стрелка» и Фонда единого института развития в жилищной сфере. Программа рассчитана на 2017-2018 годы. Работы ведутся в соответствии с приоритетным проектом правительства Российской Федерации по формированию комфортной городской среды. В конкурсе участвуют 40 городов. Для победителей учрежден приезд 25 миллионов рублей на благоустройство территории. Владикавказ представил семь проектов. Два из них посчитали лучшими. Однако члены градостроительного совета считают, что проекты требуют доработки, так как в них не учтены некоторые нюансы, например, материал, из которого исполнено ограждение реки Терек и снижение зеленых насаждений. Вторым вопросом повестки дня стало определение места установки памятника Льву Толстому. Как известно, Лев Николаевич очень любил Владикавказ, бывал здесь множество раз и умер с билетом в наш город в руках. Памятник известному автору планируется установить в районе ЖД вокзала. Также на заседании были рассмотрены вопросы установки монумента жителям Осетинской Слободки, погибшим на фронтах Великой Отечественной, и скульптурной композиции «Задолескинана». Во Владикавказской детской музыкальной школе номер один имени Петра Ильича Чайковского прошел день открытых дверей. В рамках мероприятия воспитанники музыкальной школы, ученики всех классов, познакомили будущих учащихся и их родителей со своими навыками хорового пения, академическим эстрадным вокалом, игрой на музыкальных инструментах. Как считают сотрудники Управления культуры города и директор школы, цель таких мероприятий – укрепление связей с родительской общественностью. Гостями праздника, помимо родителей и потенциальных будущих учащихся, стали начальник Управления культуры Владикавказа Алан Кокаев, хореограф и танцор Валерий Суанов. По словам Алана Кокаева, практика проведения дней открытых дверей необходима в первую очередь для детей и родителей, чтобы познакомиться с внутренней кухней работы учреждения. Детям наглядно виден уровень подготовки своих сверстников. Они узнают об их победах и достижениях. Такими событиями запомнится пятница, 28 апреля. Все выпуски программы «7 минут с городом» вы можете посмотреть на официальном сайте администрации местного самоуправления столицы республики. До свидания и хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова